Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, сегодня суббота, утро, значит, как обычно, буду отвечать на ваши комментарии к моим видосам за прошедшую неделю, ну и традиционно начинаю со слов безмерной благодарности. Друзья, спасибо огромное всем моим зрителям, моим любимым подписчикам. Спасибо за вашу активность, за просмотры, лайки, комментарии. Чем больше вы этого делаете, тем выше котируются мои видосы на ютубе. Вы меня очень сильно этим поддерживаете. Ну и перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк и за это видео. Спасибо, друзья, погнали! Итак, друзья, как водится, давайте начнем с опроса, который я еженедельно запускаю на своем канале. Ну и на этой неделе мысль была вот в чем. На бирже есть такое условное разделение публики на инвесторов и трейдеров. Это очень сложная грань, и многие даже не понимают, в реальности они инвесторы или трейдеры, допустим, могут себя считать инвесторами, а по факту очень многое часто торговать. Ну и вот я, собственно, спросил, как часто вы торгуете? Ну так ориентировочно примерно. Ответило 74 человека. Спасибо, друзья, всем большое, кто откликнулся. Смотрите, самый большой процент, 45% аудиторий докупают по мере возможности, ну то есть нет какой-то точной системы, денежка появилась, все, они деньги завели и бумаги купили, но зато ничего не продают вообще. Мне очень приятно, что такой большой процент моих зрителей придерживаются такой классической стратегии пассивного инвестирования. Главное, без продажи активов, ну хотя без ребалансировки, наверное, совсем не обойтись, но главное делать это осмысленно, осознанно и не шарахаться из стороны в сторону. 31% практически делают это как часы, раз в месяц, все четко, получил зарплату, принес денежки на брокерский счет. Тоже отличная рабочая схема, ну и в принципе могу вас поддержать. 11% торгуют еще реже раз в квартал, ну получается, что вы слабенько пополняете, вам можно посоветовать, во-первых, чуть поактивнее докладывать деньги, но зато в плюс, что вы так редко и продаете, соответственно, тоже. Ну и 7% зрителей, вот это уже я бы назвал, наверное, все-таки трейдингом. Уж не знаю, сами вы себя идентифицируете так или нет, но торговать каждый день и даже раз в неделю, это, пожалуй, слишком часто. Так что, друзья, напишите, кстати, в комментариях, у кого какие результаты, какой он стратегии придерживается, ну и считает ли необходимым что-то в ней поменять. Ну а если вы новичок и вообще в этом ничего не понимаете, либо вы не новичок, но стратегии как таковой у вас нет, предлагаю воспользоваться моей готовой, она называется «Честный портфель», я ее обновляю раз в месяц, сам, собственно, по ней и работаю. Там, на мой взгляд, очень качественная диверсификация между самыми отборными активами, куда сегодня имеет смысл вкладывать денежки. Стратегия представляет из себя такую инвест-методичку объемом 20 страниц в формате PDF. Пришлю, друзья, всем желающим, для этого надо написать мне в Telegram, ссылочка в описании, в первом комментарии. Стоимость актуального релиза 500 рублей. Все, друзья, погнали к комментам, к видео с итогами дня. По-моему, это было видео за четверг, и там я в том числе рассказывал про возможную ситуацию с делистингом китайских акций. Зритель Герман Птахин пишет, все о Китае это инфошум, чтобы все закупились фондами, никто эти акции не делистингует. Ну, сложно сказать. В Америке, понимаете, в чем дело? У них, поскольку не авторитарная система управления, у них, чтобы какая-то инициатива прошла, скажем так, надо, чтобы ее одобрило большое количество разных уровней власти, ведомств, ну и причем там же часто у них противоборство происходит. Да, мы знаем, что Трамп был очень сильно не в ладах с Китаем, и он всю эту идею придумал, ну или его администрация, уж неизвестно кто точно, о том, что компании, которые не соответствуют критериям бирж американских, они будут делистингованы. Ну и вот ряд китайских компаний именно по причине вот этой непрозрачности и подконтрольности китайской власти, они, собственно, имеют все шансы вылететь из листинга. Как ситуация разрешится, непонятно, но сейчас демократы, видимо, будут пытаться все это как-то сгладить, не усугублять, потому что, видите, Байден, он вроде как с Китаем начал дружить, то есть они даже там беседуют, обсуждают какие-то моменты, то есть если для Трампа Китай был главный враг, то для Байдена это страна в числе основных врагов. Так что посмотрим, друзья, я даже гадать не буду, как, собственно, тут ситуация обернется. Ну, все-таки склоняюсь к тому, что, наверное, действительно скорее благоприятно, но опять же сидеть сейчас на большие суммы в Китае, на мой взгляд, нецелесообразно, потому что этого роста можно еще год прождать. Посмотрите, пожалуйста, Китай показывает отвратительную динамику уже, ну, год практически, вот как с Салибаба случилась эта неприятность. И конца и края пока этому не видно. Зритель Алексей Юрченко к моему видео про подарок от брокера открытия. Крутая, кстати, друзья, акция. Зайдите, посмотрите видос обязательно, если не видели. Можно получить до 10 тысяч, ну, так называемых, рублей. Там по факту не рубли вам дадут, а вам накинут активы на эту сумму. Но акция очень классная, я очень жалею, что у меня уже счет в открытии давно, и я не могу в ней принять участие. Но вам о ней рассказать я могу, и те, кто воспользуется, я думаю, в накладе точно не останутся. Так вот, Алексей Юрченко пишет, тоже склоняюсь в рамках акции к фондам России и Европы. Ну, там просто надо выбрать один из пяти фондов открытия и купить на определенную сумму. Соответственно, чем больше суммы, тем больше бонус. Ну, я там высказывал свое мнение, в какие из этих фондов лучше инвестировать. Так вот, зритель Евгений к видео «Новые тарифы брокера открытия». Это мое старенькое видео, когда они улучшили, значительно улучшили систему тарифов. Так вот, Евгений пишет, что это все очень дорого. Там речь идет о фьючерсах, и он посчитал, что позиция вход и выход, за которые открытие берет, по-моему, то ли 10, то ли 15 рублей, это очень много. Но я просто на срочном рынке совершенно не работаю. Вот видите, Евгений это очень сильно задело, но я не знаю, даже какие тарифы по срочке у конкурентов. И, собственно, знать, если честно, не хочу, на мой взгляд, заходить на срочный рынок не стоит. А, ну вот Евгений, да, пишет, все включено, это 10 рублей с одного фьючерсного контракта, что вот Евгений на практике полагает это дорого. Зритель простые инвестиции к видео с итогами дня пишет, минус 2% за неделю, это ужасно, тогда у меня вообще кошмар. Ну, я просто там свой портфель показывал, и у меня минус 2% по российской части портфеля. Но вот, видимо, у зрителя еще хуже. И я ему, собственно, задал вопрос, ну, точнее, написал, что я не люблю просадки, и спросил, догадывается ли он, почему. Объясню, друзья, я даже на эту тему видео скоро отдельное выпущу. Здесь все просто, это обычная математика, многие вот этих вещей, может быть, не полностью понимают, но смотрите, как это работает. Допустим, у вас есть 100 тысяч рублей, скажем так, да, рынок просел на 50%, вы потеряли 50% от вашего портфеля, у вас осталось 50 тысяч рублей. А теперь посчитайте, чтобы вернуться в первоначальную точку, с которой вы упали, то есть к 100 тысячам, сколько вам надо, какой профит надо, чтобы показал рынок, то есть при остатке у вас на счете 50 тысяч. Да, друзья, вам надо, чтобы рынок вырос уже не на 50%, то есть если он вырастет на 50%, вы вернете только 25 тысяч, у вас останется 75 тысяч, то есть вы все равно останетесь в минусе на 25 тысяч относительно своей изначальной точки. Вам надо, чтобы рынок вырос на 100%, то есть чтобы ваш портфель удвоился, и только в этом случае вы вернетесь туда, откуда упали. Вот в этом, собственно, и заключается неприятность просадок. Да, зритель простой инвестиции мне там написал, что, ну, правильно, да, что на просадках надо докупаться. Но опять же, друзья, если у нас просадка, скажем, 50%, ну, 50% это я утрирую, ну, допустим, 10% портфеля, то не каждый может выкупить эту просадку на всю сумму просадки. Понятно, если мы будем добирать, ну, примерно на сумму падения, то мы тогда вот эту математику, ну, как бы, сделаем, заставим работать в нашу пользу. Но докупиться на такой большой процент – это нереально. Одно дело, если у вас в портфеле, там, допустим, 50 тысяч рублей, и вы потеряли, там, 10% от них, 5 тысяч. Ну, то есть докупиться на 5 тысяч – это нормально. А если у вас в портфеле, представьте, там, 5 миллионов рублей, то вы никак не сможете выкупить просадку, ну, например, там, в 50 тысяч или в 500 тысяч. Вот в этом и заключается коварство. Поэтому я очень не люблю, когда у меня в портфеле просадки, и, как бы, сильно радоваться этому я тоже не тороплюсь. Зритель Майлз к видео с итогами дня пишет «Хороший слог, нравится слушать. Спасибо большое. Скажи, если я взял Сбера по 345 и Газпрома по 350, сидеть и не рыпаться? Сейчас все реально падает». Ну, и там еще зритель пишет, что у меня срок инвестирования, там, около года, полутора, там, двух. Ну, естественно, не рыпаться. О чем вы говорите? Неужели вы купили компанию, которая вам кажется хорошей, вы наверняка подумали об этом, проанализировали компанию, вы стали ее акционером, то есть вы ее собственник по факту. И неужели вот ситуация, там, на дистанции двух-трех недель может вас в этом разубедить? Конечно, если вы мыслите как инвестор и называете себя инвестором, то вас это никак не должно смущать. С вашим бизнесом плохого ничего не случилось. То есть мы же понимаем, что происходящее сейчас на российском рынке – это геополитика. И как только эти риски геополитики ослабнут, они, ну, наверняка ослабнут рано или поздно, то все нормализуется. Так что, ну, фундаментально, Газпром и Сбер – это замечательные компании и очень сильные акции. И здесь, ну, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы продолжить это все держать дальше. То есть смысла сейчас продавать на вот этом падении никакого нет. Вы допустите классическую ошибку. Вы зашли дорого, продали дешево, потом вы увидите, что по бумагам позитив, они начнут расти, вы вновь купите их дорого. Вот, собственно, это называется трейдинг, и кто этим не умеет заниматься, лучше даже и не пробовать. Зритель Серый Каган пишет. Нормальная ситуация – это пропадение на рынках, быстро падаем, медленно растем, крылатые качели летят-летят. Да, согласен, летят, нервишки немножко нам расшатывают, но ничего, прорвемся. Зритель Рокко Х3 пишет. Почему итоги дня у тебя в 7, в 10 надо? Рынок еще открыт. Спасибо вам большое за ценный совет. Ну, во-первых, у меня выпуск в 20.00 по Москве, то есть в 8 утра и в 20.00, и в 8 вечера по московскому времени. У меня все как часы. Надо в 10.00. Я с вами согласен, но у меня есть еще не ютубовская жизнь параллельно, поэтому вы уж извините. Когда-нибудь, ну, я вам там в ответ пошутил, когда-нибудь я, если разовью канал до состояния, там, InvestFuture, Кира Юхтенко, я обязательно найму команду, вас обязательно возьму в штат, и будем с вами пилить ролики с утра до ночи с перерывом на трехчасовой сон, но пока уж имеем то, что имеем. Зритель D.U.D. Респект тебе за ежедневную рубрику, смотрю с удовольствием. Это про итоги дня. Я тоже заметил, друзья, что эта серия видео пользуется наибольшей, пожалуй, популярностью. Ну, мне приятно, друзья. Причем, что интересно, я, собственно, это все родилось у меня, вот идея этой рубрики родилась достаточно спонтанно. Это, собственно, то, что я сам делаю вечером. То есть, ну, вот у меня выпадает свободные полчаса. Я сажусь, листаю новости, смотрю котировки, чем, ну, как проходит торговый день, захожу в свои портфели, там, рассмотрю на лучшие акции. Вот, собственно, это то, что я делаю непосредственно ежедневно. И вот так вот я начал параллельно все записывать на видео. Ну, видите, получается, что интересно, люди смотрят, так что тема зашла. Простые инвестиции, пишет. Кто-то специально дергает рынок, явные манипуляции на новостном шуме. Возможно, да, не знаю. Ситуация, конечно, достаточно такая нервозная, но будем надеяться на лучшее. Зритель S.Nebrk пишет. Каждый день покупаю и ничего не продаю. Это комментарий к моему опросу. Отличная стратегия. Если будете так продолжать и дальше, я уверен, что будете очень богатым человеком. Зритель Сергей. К моему видосу главное про крипту. Посмотрите, друзья, кто не видел, там я прям кратенько минут за 14-15, если не ошибаюсь, все самое основное рассказал. Ну, что сам знаю. Пишет. Для рейтинга крипты лучше использовать CoinMarketCap или CoinGecko. Ну, может быть и так. Я, опять же, не большой профессионал в этом деле. Я думаю, эти ресурсы, пожалуй, сопоставимы. Ну, вот я там в видео привожу пример сайтов, которыми я лично пользуюсь. Это ни в коем случае не реклама. Это просто вот, собственно, то, что я попробовал сам. Если эти ресурсы лучше, ну, ради бога, друзья, пожалуйста, пользуйтесь ими. Зритель Кот Маркот, Миша. Миша, привет, тебе пишет. Сижу с минусом, денег нет пока на торговлю. Это тоже комментарий к опросу. Ничего, Миша, все будет нормально, деньги обязательно появятся. Зритель Менталист. Я там выкладывал тоже в сообществе просьбу подписаться на группу ВКонтакте. Я сейчас пытаюсь, ну, уже как бы давно это делаю, естественно, тоже продвигаться через ВКонтакте, хотя тоже вижу, на мой взгляд, такую не очень большую перспективу в этом. Так вот, зритель пишет, по-моему, с ВК, как сказала Молока, мне вообще кажется, что там все сообщества умерли и читают только сообщения и мемчики. Дуров это предсказывал. Ну, понимаете, друзья, в чем дело? Все-таки витает какая-то угроза над американскими вот этими сервисами, медиасервисами, над Инстаграмом, над Гуглом, над Ютубом. Что будет завтра, неизвестно. Поэтому, ну, совсем исключать ВКонтакте, на мой взгляд, недальновидно. Ну, вот пытаюсь, пока сейчас есть время, немножко попытаться там раскачаться и как-то приводить аудиторию именно с Контакта на Ютуб. Поэтому, друзья, вас уходить с Ютуба на Контакт я не призываю. В этом для меня нет никакого смысла. Мне надо обратный процесс организовать. Так что, если вдруг у кого-то есть свободная минутка, ну, зайдите во вкладочку «Сообщество», там найдете ссылочку на группу ВК. подпишитесь, может, что-то там полайкайте, покомментируйте. Мне просто надо, чтобы сообщество стало поактивнее набирать пользователей. Зритель Виталий к видео про новые фонды Тинькофф пишет у Финекс. Также появился новый фонд FXRE. Ничего про это не слышал. Виталий обязательно на досуге гляну. Может быть, даже если мне фонд понравится, если он меня заинтересует, может, даже видео сделаю. Спасибо за наводочку. Зритель HMMF. Хорошие новости. Каждый день смотрю. Спасибо большое. Зритель Николай Федоров. К видео с итогами дня пишет. Привет. Быстро просадку выкупили. Ну, неделя вообще, конечно, удивительная. Там то день плюс процент или полтора, то день минус процент, полтора. Жуть, в общем, полная. Ну и да, там был какой-то момент. По-моему, это был вторник, когда просадку действительно все выкупили. Но потом опять история повторилась. Опять все улетело в минуса. Зритель простые инвестиции. Отношения между США и ОАЭ накаляются. Вот про это я не слышал. А что там, что там у них накаляется и какой конфликт есть между США и ОАЭ. Им-то вроде нечего делить. Зритель Зелим Мальсагов. Тоже поддержал мою группу ВКонтакте. Зелим, спасибо огромное. Спасибо всем, кто откликнулся. Веник пишет. А мне нравится, что сейчас творится на нашем рынке. Из-за определенных фактов импортные инвесторы сливаются. Наше время подбирать подешевевшие активы. Хорошая, правильная стратегия. И действительно, это и надо делать на падении. Но проблема, что не всегда, наверное, есть на это деньги. У меня, например, нет возможности ежедневного, еженедельного пополнения. Более того, даже бывают месяцы, когда вообще не получается что-то выделить на биржу. Но стараюсь сделать это хотя бы раз в месяц. Вот в последнее время удается даже пару раз в месяц. Ну, на такие, не могу сказать, что прям уж огромные суммы. Но потихонечку растем. Ну и видите, вот в основном моя аудитория таких же принципов и придерживается. Серый Каган пишет. Те, кто прошел кризисы на бирже, радуются и потирают руки, забирают денежки. Паникеров. Спокойно, уверенно, вхожу лесенкой. И Роман Справедливый пишет. Российские акции в моем портфеле упали за день на 55 тысяч. Вот это жесть. Это, по-моему, был понедельник. А я все думал, когда начать докупаться. Вот, Роман, настал этот момент. Зритель Alt, или AltL, скорее, да, пишет к видео про бонус за другов Тинькофф. Старина, а если друзей будет очень много, то не будет ли никаких вопросов? Ну, со стороны кого вопросы, если вы имеете в виду со стороны Тинькофф? Нет, конечно, наоборот, они увидят вас потенциального агента, могут даже с вами связаться, предложить вам какой-нибудь договор. Я знаю такие истории. Единственное, что там есть лимит на приглашенных друзей. Вот, честно, не помню, сколько, но в месяц нельзя приглашать там больше какого-то количества человек. Но, опять же, вы такое количество человек, если вдруг начнете массово набирать, ну, там, несколько десятков человек, то, я думаю, Тинькофф с вами свяжется. Обязательно свяжется. Тут, ну, в общем, не переживайте. Приглашайте сколько в ваших силах и не парьтесь. Это все, ну, как бы, чем больше, тем лучше. Вот, кстати, очень прикольный комментарий. Олег Януков написал. Я о нем, знаете, ну, вот как мысли просто. Это очень круто. И Олег вот здесь проявил себя просто как такой стратег, как очень сильный стратег. Все мы знаем ситуацию с Роснано. Я тоже об этом всю неделю говорил. Так вот, облигации Роснано очень сильно подешевели. И по ним доходность к погашению, причем по облигациям, ну, не сильно длинным. Там погашение, по-моему, 22-23 год. Сейчас около 20%. 20%, друзья, гарантированная доходность к погашению с одним единственным маленьким «но». Если с Роснано будет все нормально и от обязательств Минфин, соответственно, не откажется. Вот. И вот Олег пишет. А не купит ли в мутной воде немного Роснано? А ведь если подумать, друзья, все вот эти книги про супер успешные какие-то бизнес-штуки, про то, что человек там сколотил состояние или там провернул какую-то крутую сделку и стал миллионером-миллиардером. Это вот именно такие истории. Ну, вряд ли гигантские состояния куются кропотливой работой на заводе и откладыванием от зарплаты. Так можно набрать много денег, но стать прям очень богатым, ну, наверное, нельзя. Вот. А вот именно вот такие вот какие-то фишки, когда ты чувствуешь момент, когда ты осознаешь риск, но при этом играешь на этом риске. Вот это и есть истории таких успешных людей. Так что, Олег, я просто вот как идею я заценил. На самом деле это прикольно. Вот когда все просто в панике скидывают Роснано, взять, например, и зайти в эти облигации под 20 годовых погашению. Ну, вот где сейчас можно еще получить такую гарантию по корпоративным облигациям. Причем, ну, по идее, это по-прежнему облигации с высоким рейтингом. Хотя вот сейчас такая ситуация случилась, и, естественно, рейтинг у них слетел. Но, друзья, опять же, подчеркиваю, никому не советую, никому рекомендую. Это просто вот я лайкнул мысль Олега, но сам я так делать не буду и ни в коем случае не призываю делать это вас. Александр Панкратов пишет. Почему же Черный День купил магнит Мосбиржу с хорошим дисконтом? Снизится еще цена тогда у средню. Вот такие вот грамотные зрители у меня в подписчиках. Друзья, очень приятно. Виктор Плотников. Как смотрите на Сбер в будущем? Сильно ли просядет? Да на Сбер в будущем смотрю замечательно. Единственное, вот эти бумаги Сбер, Газпром и прочие российские голубые фишки, они очень привязаны, очень зависимы от нефти, от в целом ситуации в стране, от геополитической обстановки. И очень чувствительны к этим обстоятельствам. Если, видите, что-то нехорошее происходит, эти бумаги первым делом и падают. Так что будет у нас все нормально, будет с этими акциями все нормально. Но вообще как бизнес Сбер очень эффективен, но во всяком случае, если судить по тому, что они публикуют в отчетности, и я думаю, будущее у него замечательное. Николай Федоров пишет. Добрый вечер, черная пятница, даже глаза разбегаются, классная возможность закупиться. А вот зритель Миша, который по уши сидит в китайских акциях, пишет. Как хорошо, что у меня нет российских акций, а как вы думаете, не похожа ли эта ситуация с Роснана на Эвергранда Китая? Да это много на что похоже, но все-таки будем считать, что история возымела хороший финал. Ну, я во всяком случае так думаю, после того, как Минфин высказался, что все будет в порядке, все обязательства исполним. Я думаю, переживать уже так сильно не стоит. Был у меня на неделе очень любопытный, на мой взгляд, видос. Посмотрите его, друзья. Там я высказываю свое мнение про стратегию накопления дивидендов, ну, так называемый дивидендный портфель из акций, который почему-то многие так стремятся собрать. Ну, я там немножко критикую эту концепцию. Вот зритель Андрей Дмитриевич пишет. Интересный видосик. Честно сказать, я как раз и думал собрать себе дивидендный портфель, но когда копнешь поглубже, находишь много подводных камней. Андрей Кучин спрашивает. Олег, и Нига Монтоя, персонаж из какой-то игры? Нет, друзья, сто раз уже рассказывал. Это персонаж фильма «Принцесса-невеста». Замечательная, прекрасная, добрая сказка. Конца 80-х, начала 90-х. Точно не помню год выхода. Замечательное кино, доброе, семейное. Посмотрите обязательно. Михаил Киселев пишет. Вас слушаю каждый день, ставлю лайки. Спасибо большое, Михаил. Зритель Миша тут делится информацией. Встал на путь исправления. Бросил практически бухать каждую неделю. Начал ходить в спортзал. Ну и также на мой честный портфель еще даже подписался. Миша Красава. Ну вообще много было мнений на тему этого видоса. Много комментариев. Вот зритель Джон, например, пишет, что только Сбер из российских дивидендных акций ему нравится. То есть в целом он дивидендную концепцию поддерживает. Но когда я у него спросил, а вот что конкретно, какие акции, по вашему мнению, хороши, ну чтобы просто сравнить их доходность, скажем, с доходностью индекса, то Джон написал, что только Сбер. Ну опять же согласитесь, Сбер это одна акция, Сбер это так себе именно портфель. Так что если мы говорим вот практически, не просто в теории, да, что о как хорошо было бы набрать дивидендных акций, а если говорим на практике, то получается, что все эти акции, даже с учетом их дивидендов, они уступают росту рынка. Вот, ну к сожалению, получается такая картина. Вот тут интересный у нас был диалог. Это видео про 1000 рублей в подарок от открытия зрителям Alex Vett. Короче, он у меня спросил, в курсе ли вы, что, ну, во-первых, начисление происходит не рублями, а фондами, ну точнее вот этими паями от открытия. Да, с этим я согласен. И также он сказал, что эти паи придется держать до погашения, чтобы потом их продать, грубо говоря. Ну, вот тут я немножко смутился, решил уточнить в службе поддержки. Нет, мне точно сказали, что это, ну, никакие не паи именно, не пифы, которые там надо до какого-то момента держать. Нет, то есть вы покупаете фонды, это обычные биржевые фонды, паевый биржевой инвестиционный фонд, БПИФ. Его покупаете, месяц в нем сидите, и после этого вам 30% этого фонда прилетает. Соответственно, прилетает от брокера открытия, ну, то есть этими же бумагами. И после чего вы можете уже все продать, то есть продать то, что сами купили, и продать то, что вам подарили. Никаких лимитов, ограничений нет, во всяком случае, так мне сказали. Друзья, для того, чтобы воспользоваться акцией, вам надо открыть счет в брокере открытия. Собственно, ссылочку найдете в первом комментарии и в описании к этому видосу. Ну и также у нас недавно прошло IPO биржи СПБ, и вот зритель Владимир Бур пишет, участвовал, это было мое второе IPO, пока считаю все удачно, в плюсе на 9%. Здорово, поздравляю, очень классно. Зритель Гуйлок к видео с прошлыми ответами пишет, вы говорите об уплате налогов в начале следующего года, но ведь брокер удерживает суммы налога при продаже ценных бумаг. Да, при продаже ценных бумаг удерживает, но мы говорим с вами про дивиденды, ну точнее я в этом видео об этом говорил. Вот с российских дивидендов брокер у вас все сам удержит и заберет, а с американских и с любых иностранных, чей ИСИН начинается не с буквы R, U, вот там уже вы должны это сделать самостоятельно, задекларировать, во-первых, этот доход и самостоятельно налог заплатить. Зритель Прокоп пишет, спасибо, толково объяснили, особенно про текущую доходность, что это отношение купона к стоимости, это мое тоже очень такое старенькое уже видео, как правильно выбирать ОФЗ. Зритель Артуро пишет, только мне кажется, что кредитные карты и инвестирование вещи взаимоисключающие. Не согласен с вами полностью, кредиты это огромное большое зло, потому что там у вас есть обязательный платеж и, собственно, вы гарантированно переплатите банку сумму большую, чем взяли в долг. А вот что касается кредитных карт, если ими пользоваться с умом и пользоваться только в рамках льготного периода, а он сейчас по многим предложениям достигает аж 4 месяцев, то вы просто пользуетесь деньгами бесплатно. Мне кажется, это прекрасная штука. Ну, опять же, многие карты не дают возможности эти деньги снимать налом, то есть можно только расплачиваться за покупки, чтобы этот период получить. Но все равно, мне кажется, это прикольная тема, и исключать именно кредитные карты из своей жизни я бы не стал, а вот кредиты бы исключил точно. Все, друзья, буду закругляться вроде на основные вопросы и комменты ответил. Спасибо вам огромное, отличных выходных, подписывайтесь на мой канал, ну и смотрите меня в этот викенд, что-нибудь интересное точно выложу. Ну, а на бирже встретимся в понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok